Нижегородский метрополитен «Два отремонтированных состава». «То, что из 107 вагонов 56, они на сегодняшний момент имеют срок службы больше 30 лет. Списывать их никто не собирается. Вы видели сегодня, что совместно с администрацией города идёт плановая капитально-восстановительная работа. Они и будут продолжаться». По словам директора Нижегородской подземки Олега Яушева, после капитально-восстановительного ремонта в Санкт-Петербурге составы прослужат ещё добрых полтора десятка лет. Кроме декоративной отделки вагоны оборудуют автоматической системой пожаротушения – антивандальными креслами, специальными местами для пассажиров с ограниченными возможностями и для колясок с детьми. «Заменены все оси, все колёса, все рамы, тележки, подвески, где, если были найдены какие-то проблемные места, всё это было заварено, проверено дефектоскопией. Полностью на всех вагонах пожарная сигнализация установлена и система пожаротушения, направленная на все возможные агрегаты, которые подвержены нагреву». Кстати, вагоны дорабатываются с учётом специфики региона, которому предстоит принять чемпионат мира по футболу. Например, русскоязычные надписи продублированы на английском языке. Также специально к футбольному форуму предстоит увеличить количество подвижного состава, что отразится на времени ожидания поезда. «Необходимо, чтобы было в метрополитене около 125 вагонов, это 29 составов. К 2018 году будет обеспечено нормативное количество. А цель достигается одна, чтобы движение между станциями не превышало 4 минуты. На сегодняшний момент она составляет 6». Ремонт подвижного состава производится за счёт средств муниципалитета и Нижегородского метрополитена. Пока общая стоимость ремонтных работ не подсчитана. При этом стоит отметить, что каждый новый вагон обойдётся бюджету в 17 миллионов рублей. Только за последние три года городом было куплено 27 вагонов метро. Анастасия Грибова, Георгий Захаров, столица Нижний.